Андрей Наркин не нуждается в особом представлении, ведь этот известный журналист и один из лучших телевидущих имеет непререкаемый авторитет. Он давно заслужил зрительские симпатии, а когда стал вместе с Ольгой Беловой вести на НТВ ток-шоу «Место встречи», то его популярность стала просто зашкаливать. Кстати, многие считают, что Ольга Белова и есть его жена. Хотя я думаю, что зрителям просто хотелось, видя, как они гармонично смотрятся в кадре и слаженно ведут передачу, чтобы эту пару связывали не только профессиональные, но и семейные отношения. Но, в действительности Наркин и Белова не только не являются супругами, но и такое понятие, как «служебный роман» не имеет к ним никакого отношения. Они только коллеги, зато, отношения с его женой, а это журналистка Юлия Норкина, как раз и начались с банального служебного романа. Может кто-то считает, что для одной семьи многовато два журналиста и ведущих, но я так не думаю, поскольку уверен, что общее дело людей вообще и супругов, в частности, только сближает и создает немало точек соприкосновения, а если к этому добавить любовь и взаимопонимание, то, как правило, такие браки являются очень крепкими. И судя по тому, что Чита Норкинах вместе уже более 25 лет, и не собирается как-то менять свою жизнь, то, наверное, я прав. А вы что думаете по этому поводу? Но вернемся к супруге телеведущего. Юлия Рыбакова, это ее девичья фамилия, родилась в 1967 году. Поскольку Юлия не столь популярна, как ее звездный супруг, то информацию, связанную с ее родителями, а также детскими и юношескими годами, найти невозможно. Но с момента ее знакомства с Норкином Юлия начинает вызывать к себе интерес, да и супруг в интервью не скрывает того, что происходит у них в семье. Познакомились молодые люди в 1992 году на радиостанции «Радио 101». Андрей, на тот момент состоящий в разводе, был здесь руководителем информационного отдела, а Юлия пришла устраиваться на работу, после того, как тоже развелась с мужем, от которого в 1986 году родила сына Александра. Норкин сразу же обратил внимание на симпатичную новую сотрудницу и стал за ней ухаживать. Стоит отметить, что и девушка прониклась к нему теплыми чувствами, поэтому, как было сказано выше, их служебный роман, буквально через несколько месяцев закончился свадьбой. В дальнейшем супруги вместе вели эфиры на нескольких радиостанциях, включая и «Эхо Москвы», но чем больше становилась их семья, тем меньше времени оставалось у Юлии на работу, а когда в 2004 году у них появился четвертый ребенок, то на семейном совете было принято решение о том, что мама оставляет работу и полностью посвящает себя дому и воспитанию детей. Что касается детей, которых воспитывает эта пара, то это сын Юлии от первого брака Александр, которого Норкин сразу же усыновил, общая дочь пары Александра, появившаяся на свет в 1994 году, и два приемных сына, братья Артем и Алексей. Сначала супруги в 2002 году взяли из дома малютки 7-месячного Артема, а через два года узнали, что биологическая мать этого ребенка оставила в больнице после родов еще одного младенца. Вот так в семье в 2004 году появился еще один сын. Когда семья стала большой, супруги взяли ипотечный кредит и приобрели двухэтажный загородный дом, где места хватает не только всем членам семьи, но и многочисленным домашним питомцам, кошкам и собакам. Сейчас, когда старшие дети стали взрослыми, а младшие тоже подросли, у Юлии появилось больше свободного времени, и она, вспомнив свою профессиональную деятельность, иногда принимает участие в проектах мужа. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?